никакой дикции в три часа ночи всем привет остался канал истике и друзья мои сегодня расскажу вам о том как я работаю и вообще плюсы и минусы работы в больших и маленьких компаниях видео это записываю на высоте примерно 25 футов честно вам не знаю сколько это в метрах я думаю порядка 8-9 метров все потому что следующая наверное часть этого видео будет просто монологом из дома на диване потому что честно вам сказать я пытался придумать как разнообразить видео о том какие бывают плюсы и минусы работы в больших и маленьких компаниях электриком но получается что просто сижу на диване и говорю вам монолог поэтому я решил записать часть этого видео вот так вот пока у меня есть пять минут на работе пока мой напарник там занимается своими делами мы тянем кабель кабель весь крутился руки болят я на высоте устал время на самом деле сейчас 3 часа ночи потому что это ночная работа и это одна из частей касабельно этих компаний поэтому если вам интересно смотрите дальше на самом деле за свою карьеру в канаде 5 лет электриком я успел поработать и больших и маленьких компаниях и отработал примерно год в большой компании два с половиной года в маленькой потом полгода в большой и вот еще получается примерно год в маленькой опять что такое маленькая компания маленькая компания это компания в которой работает примерно до 15 человек и босс сам владелец фирмы на самом деле работает часто в поле и большая компания компания больше 100 человек на мой взгляд поэтому вот примерно такое разделение ну понятно плюс минус да на самом деле сразу спойлер каждый раз когда я работаю в маленькой я хочу уйти в большую а каждый раз когда работаю большой мне хочется обратно в маленькую поэтому однозначно ничего сказать не могу давайте рассмотрим плюс и минус и наверное в этот момент я перемещаюсь на диван ну что как я обещал переместился на свой скучный диван за окном у нас шикарная погода если кто не знает на дворе у нас по моему 13 октября и сегодня день я не на работе я сегодня работаю в ночь как я уже сказал и вот тут такая возникла мысль записать это видео про плюсы и минусы все потому что уже третий раз моя компания меня обламывает с поездкой на лодке потому что поменять какие-то планы и мне нужно выйти на работу раньше например вчера в 9 вечера я получил сообщение о том что сегодня на работу я выхожу не в 9 вечера как я хотел а в 3 часа дня и вы понимаете что это на самом деле меняет весь план мой на день я собирался поплыть на лодке для этого мне нужно взять машину жены потому что моя аудио сейчас выглядит вот так об этом на самом деле расскажу в другом видео и поэтому вот туда сюда и вот это вся круговер с машинами лодками так далее просто у меня нет на это времени мне нужно еще успеть поспать в пару часиков сейчас почти полдень я пообедаю и лягу спать поэтому быстренько решил записать видео о плюсах и минусах и вот даже мало плюсов на самом деле обязательно хочу добавить что буду говорить сразу об обоих типах компании просто потому что все что является плюсом большой компании это минус маленькая и наоборот все что является плюсом маленькая это минус большой компании в первую очередь давайте начнем зарплаты большей компании платят меньше вот так получилось что из моей практики из моего опыта могу Я могу сразу сказать, что в маленьких компаниях платят на 10% больше, чем в больших. С чем это связано, я не знаю. Возможно, отношения к сотрудникам или геморройность работы и так далее, я не знаю. Но вот такая практика на моем личном опыте сложилась. Следующий момент, конечно, который привлекает меня лично в маленьких компаниях, это опыт работы и тот тип работы, который вы выполняете. Большие компании чаще всего работают с большими объектами. Это может длиться год, два, три и так далее. Соответственно, вы застребаете на одном объекте с одним типом работы. Например, полгода после эмиграции в Атаву, после переезда в Атаву из города, где я жил до этого, я попал в большую компанию, нашел работу и я делал здание университета. То есть мы строили университет, проводку и все дела. И этот объект на полтора года. Мне дали тянуть трубы, мне дали этаж, и я его делаю три недели. Мне дают следующий этаж, три недели, делаю следующий этаж, три недели. Все, что я делал 5 месяцев, это гнул трубы. Я не трогал панели, не трогал провода, не трогал ничего, не трогал, кроме труб. То есть я все время только гнул трубы. Понимаете, это на самом деле скучно. Вы не получаете никакого опыта другого. И, ну вот, как-то так. В маленькой же компании у вас постоянно разные объекты. У вас может быть два объекта в день, у вас может быть объект на две недели, объект на пять месяцев, объект на три недели. Вы при этом можете съездить еще в два-три других места, потому что те объекты надо заканчивать. Поэтому у вас постоянно идет круговерт. Вы можете в день три места посетить. На самом деле, если делать три абсолютно разных работы. Где-то сервис, где-то мотор, где-то провода, где-то новое строительство и так далее. Поехали, помогли еще какому-то электрику из вашей компании. На самом деле, очень много разной интересной работы. Ну что, продолжаю разнообразить всякие видео. Следующий, на самом деле, плюс маленькой компании, это то, какие знакомства вы получаете. Работая в маленькой компании, вы легко находите знакомства, если вы в будущем планируете открыть свой бизнес. Это связано с тем, что вы работаете с разными людьми. То есть, вы работаете с контракторами, вы работаете с другими заказчиками, с клиентами и так далее. Клиенты маленькой компании видят вас. Они знают вашего босса, но в первую очередь, им важна цена. Поэтому, если в будущем вы планируете открыть свой бизнес, то всегда можете прийти к вашему старому клиенту и сказать, смотри, я открыл бизнес, тебе даю лучшую цену, ты знаешь меня, я знаю тебя, давай работать вместе. Конечно, вы воруете клиента у своей компании, но это часть бизнеса. Поэтому, если вы планируете открывать свой бизнес, то, конечно, я бы рекомендовал работать в маленькой компании. Вы обзаводитесь связями. В большой компании вы просто часть механизма, никто вас не знает, там миллионные проекты. И, конечно, абсолютно неинтересно, кто делает работу. Там все делается на уровне где-то там в офисах. Ну, вот, пожалуй, я перечислил все плюсы работы в маленькой компании. Давайте еще раз. Это зарплата больше, гибкий график, у вас появляются связи, и у вас нормальный опыт работы, у вас очень интересная работа. Давайте поговорим о минусах маленькой компании. В первую очередь, это тот самый геморрой, который вы получаете с этим большим количеством объектов. Все потому, что вас посылают на объект, на самом деле, если вы journeyman с лицензией, то есть как я, да, то есть вы полноценный электрик с лицензией, а не помощник, апприентис, ученик, то на вас вся ответственность. То есть на вас инспекция, на вас работа с клиентом, на вас все ошибки, проблемы и так далее. Соответственно, это проблема, это геморрой, это нервотрепка, вам потом звонят, у нас здесь что-то не работает, что-то случилось и так далее. То есть нужно очень-очень-очень внимательно хорошо работать. За это, собственно, и платят больше. Иногда это немножко раздражает, потому что объектов много, иногда тебя вещи, которые не зависят, решают твой владелец, твой босс, а шишки снова получаешь ты, потому что вот он почему-то не спасил тебя, как ты тут решил и так далее. В этом плане, конечно, немножко неудобно. Следующий минус маленькой компании, на мой взгляд, это тот же самый гибкий график, потому что, вот как я уже сказал в начале видео, меня, например, сейчас вызвонили пойти на работу раньше аж на 5 часов. Бывает такое, что, например, у нас нет работы, вот в феврале был низкий сезон, февраль и половину марта я отработал 3 дня в неделю, а вы понимаете, что мне платят почасовую зарплату? Не работаю, не получаю денег, все. Соответственно, хочешь уходи, хочешь оставайся так вот работать, это up to you, твое решение. Но, ну работы нет, то есть мне иногда звонят, вот, например, вот мы сидели дома, и я в понедельник звоню утром боссу, ну что, есть сегодня работа? А он такой, не, не, сегодня работы нет. И потом у нас в обед может позвонить, о, слушай, работа появилась, там на часик поехать, сделать сервисный звонок, хочешь сейчас поехать? И ты, ну, давай, а что делать, денег-то хочется, да, каких-то? Или бывает, он звонит, говорит, работа есть в среду, приезжай в среду, в среду четверг будешь работать. И ты понимаешь, окей, то есть в понедельник вторник я дома, надо чем-то заниматься, поэтому нужны какие-то подработки, халтуры и так далее, а это все особо незаконно, потому что у меня нет так называемой мастер-лайценс. То есть конкретно здесь, в провинции Антарио, я не имею права работать на себя, как электрик, просто потому что я не отстегиваю государство за отдельный вид лицензии, да, который позволяет мне работать контрактором. Никакой разницы нет, это просто, ну, отстегивание денег, да, я этим просто не занимаюсь, потому что это стоит дорого, и надо там еще дополнительный экзамен какой-то сдать по всяким юридическим вопросам, мне пока это не интересно. Ну, еще пару слов о вот этом самом гибком графике. В большой компании, когда я работал, получалось так, что мы работали на одном объекте полтора года, или вот до этого я работал пять месяцев, я знаю, что мой объект там полтора года, я знаю каждый день, куда я еду на работу, сколько у меня commute, так называемый, да, сколько времени от дома до работы, где я работаю, я храню там инструмент, могу ездить на любой машине, мне не нужна там рабочая грузовая машина, чтобы здесь весь мой инструмент, поэтому я там переодеваюсь, у меня там шкафчик, и это удобно, да, я знаю, что я закончил в 3.30, и я поехал домой. Здесь же с графиком совсем другая история в маленьких компаниях, то есть вы начинаете в 7, иногда вы начинаете в 8, иногда вы начинаете в 9 утра, иногда начинаете в 4 утра. Я отработал на пару недель, вообще в 3.30 начинаем, потому что, ну, вот такие условия, да, то есть вот доступ на объект есть в это время, в это время можно работать, потом шум делать нельзя, то делать нельзя, ходить нельзя и так далее, да, там, например, банки. В больших компаниях, если мы взяли большой объект, мы на этом большом объекте работаем нормальный график. С 7 до 3.30 отработали, ушли домой. Каждый день, 5 месяцев я знал, куда я еду, сколько я еду, когда я закончу домой. И вы можете планировать свою жизнь. Вы можете взять билеты в кино, записаться к доктору, еще что-то, еще что-то и так далее. Это удобно, это нормально, так и должно быть в нормальной компании. В моей же компании, и так на самом деле я работал в маленькой компании в Манитобе, когда я жил. У нас такой график был нормальным. Но почему-то вот конкретно компанией, где я сейчас работаю, и я разговаривал с другой еще представителем компании, у них та же самая история. Вы не знаете, куда вы идете на следующий день. Я получаю смс, где я работаю завтра, иногда в 8 вечера. Я не знаю, во сколько я начинаю, где я работаю, работаю ли я вообще. Это не нормально, так должно быть не должно, и так бывает редко, но вот мне повезло, в такой компании я сейчас работаю. Не хочу ничего плохого сказать, но просто говорю, констатирую факт. Поэтому, например, вот сейчас я буду работать 2 месяца ночные смены с 9 вечера до 6 утра. Да, 2 месяца. До этого я отработал месяц вообще в другом городе, жил в отеле. Ну, такое бывает на самом деле в больших компаниях, но не часто. Но именно вот этот самый график, когда вы не знаете, во сколько вы придете домой, во сколько вы начинаете. Бывает, что в пятницу я работал, вот 3 пятницы в подряд, у меня так совпало, я работал на объекте, который надо было закончить в пятницу. То есть я себе работаю тихо, потихоньку, не спеша, в нормальной скорости, думаю, окей, у меня осталось 3 часа работы, я закончу в понедельник. Да, я как джентльмен могу решать такие вещи, но потом я получаю 2 часа дня звонок, остался у тебя другой объект в понедельник, тебе надо сегодня закончить на этом объекте. Все. И не важно, сколько времени там осталось, его это не волнует, да, потому что уже все, инспекция в понедельник утром на этом объекте, поэтому объект должен быть закончен, у тебя остался другой объект. Тебе нужна помощь, давайте бы кого-нибудь пришлю. Пока он кого-то пришлет, пока там туда-сюда найдет, уже 2 часа прошло. Туда-сюда, время 6 вечера, я только закончил работу. То есть я хотел уйти в 3, закончил в 6. Понимаете, да, никаких планов. И так у меня было 3 пятницы вподряд. Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел сказать по поводу минусов работы в маленьких компаниях, это соблюдение контрактов именно в мелочах. Понимаете, бывает такое, что вы должны, вы как бы получили контракт на руки, вы его вроде прочитали, но вы же не будете помнить все из-за каждой мелочи обращаться, посмотреть там в контракт. Например, какой-то там бензин по работе вы ездили, да. Вот. Бывает, что босс вам не сказал, что вы можете ему там подать чек, и он вам платит. Но он просто вам не сказал. И вы начинаете спрашивать, а что по поводу бензина? Он такой, а, да, да, присылай чек, да. Или, например, там какие-то одежды вы купили рабочую, да. У вас, например, в контракте написано, что часть одежды покрывается фирмой, какая-то сумма, но вам об этом не сказал. Вроде как в контракте написано, ты подходишь к человеку, начинаешь спрашивать, а тебе говорят, а ты знаешь, да, ну, вроде как в контракте написано, но никто нам этого не платит. В моей компании, кстати, заплатили мне за рабочую одежду, я подал, и мне все нормально заплатили. Но я слышал, что бывает в компаниях, контракт, вот он не соблюдается, понимаете, полностью. То есть там вроде как много всего написано, но за каждый всего пункт надо идти и спрашивать. А в большой компании, это вы просто все автоматом получаете. Вы просто получаете, 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 никаких проблем в этом нет. Поэтому вот такая ситуация. На самом деле, давайте быстренько еще пробегусь. Плюсы маленькой компании. Это зарплата, опыт, связи, возможность показать себя, как-то вырасти, да, и получить вот этот опыт работы маленькой компании, опыт открытия своего бизнеса. Гибкий график, если вам нужно много отпусков там, много каких-то отгулов и так далее, это проще сделать в маленькой компании. Минус уже маленькой компании, конечно же, это вот такие вот мелочи с контрактом, где нужно постоянно ходить и спрашивать то, что вроде как уже и написано, что твое. Не во всех компаниях, в моей, кстати, в этом плане достаточно хорошо, но я вот слышал от других, что бывает такое. Второе минус, это вот этот самый гибкий график, когда вас вызывают в разное время, игра все меняется, когда вы можете работать ночные, потом дневные, потом фирма маленькая заказов не набрала, вы сидите дома две недели, неделю работая по два часа в день, да, и, конечно, это неоднородность графика, это раздражает. То же самое, например, с расстоянием от дома, да, бывает у вас объект, у меня здесь в 10 минутах, бывает час езды, бывает, вот как сейчас я поеду, час 20 в одну сторону, сегодня здесь, завтра там, абсолютно невозможно предугадать, когда вы вернетесь домой. И с графиком то же самое, бывает у вас с 8 начали работать, с 3 начали работать, с 2 начали работать, до 5, до 6, до 8, до 4, поэтому вот гибкость графика, это такая вот двусторонняя штука. Ну и, пожалуй, все. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, смотрите другие видео, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok